Здравствуйте! В эфире программа «О чем говорят». 11 ноября – особая дата в календаре исторических событий. День памяти, день окончания Первой мировой войны. В последние годы в России чаще стали вспоминать эту незаслуженно забытую страницу истории, Первую мировую войну. Но мы сегодня будем говорить не только о России, мы осознанно сузим рамки и будем говорить о Самаре в тот непростой период. И мой собеседник, военный историк, кандидат исторических наук Станислав Александрович Полипенко. Здравствуйте! Добрый день! Большое спасибо, что пришли. Вот я вначале сказал, что действительно незаслуженно забытая была долгие годы. И мы, как представители старшего поколения, да еще и как историки, прекрасно понимаем, почему это происходило. Но где-то с 12-13 года ситуация в стране стала стремительно меняться. Я имею в виду отношение к Первой мировой войне. И сегодня все чаще и чаще о ней стали вспоминать и говорить. Появляются памятники, появляются фильмы. Слава Богу! Вот. А день сегодняшний, 101-е годовщина окончания. Во многих странах сегодня она отмечается. Можно сказать так, что Брестский мир, который позорно был заключен, вынуждена... Для нас все равно, несмотря на сепаратный мир, война не закончилась. Для нас она точно так же закончилась 11 ноября. Потому что немцы не выполняли условия Брестского мира. После подписания договора нам пришлось создавать так называемые отряды завесы, про которые сейчас вообще никто ничего не помнит. Но это был переходный период между царской армией и Красной армией. Пришлось создавать вооруженные силы, которые были как бы неофициальные. Потому что даже вот захват немцами Крыма, он был не предусмотрен по Брестскому мирному договору. Они взяли, что могли. Вот. Поэтому мы продолжали находиться в таком состоянии до самого окончания войны, пока Германия не капитулировала. То есть, для нас она тоже закончилась 11 ноября. После этого уже новая власть Российская воспользовалась ситуацией. И что смогли, то себе вернули. То себе вернули. Вот я просто вспоминаю слова, тогда были сказаны президентом Владимировичем Путиным. Да. Вот сегодня мы восстанавливаем связь времен. Непрерывность нашей истории. Первая мировая и ее полководцы обретают в ней достойное место. Люди, которые отдали свои жизни за интересы России, не должны быть забыты. И вот фразу очень важную хочу сказать. Эта победа была украдена у страны. Украдена теми, кто призывал к поражению своего отечества, своей армии. Сел распри внутри России, рвался к власть, придавая национальный интерес. Тут таких желающих было много. Начнем с первого. Это те люди, память о которых надо восстановить. Это все-таки начнем с самого начала войны. Генерал Самсонов практически ценой своей жизни изменил ход войны. И Рененкамфа тоже надо все-таки реабилитировать. Он не мог ему реально помочь. Они были разделены очень сильно. И, в общем-то, операция была неудачная, но она полностью изменила ход войны. Немцы не вошли в Париж, не разгромили Францию. У нас было 50 тысяч пленных, из них 20 тысяч раненых. Остальные не стали прорываться, потому что за ранеными некому будет потом ухаживать. В общем-то, вторая армия Самсона вышла из Восточной Пруссии. В штабе армии погиб один человек, сам Самсонов. Мы все время помним о Брусиловском прорыве. Но ведь на самом деле было огромное количество и других, не менее достойных операций. Хотя это, конечно, скорее всего, вершило. Брусиловский прорыв. Просто почему? Тогда был тупик на Западном фронте. Никто не знал, как прорывать оборону. То, что придумал генерал от Кавалерии Брусилов, тогда это был первый пример. Немцы потом этим воспользовались. В 18-м году они несколько раз прорвали французский фронт, но было уже поздно. Прежде чем перейдем к Самаре, все-таки хотелось бы поговорить о Самаре, потому что о России, о роли России в этой войне в последнее время довольно-таки много говорим. Хотелось бы просто напомнить, что война изменила политическую карту мира вообще кардинально. Четыре империи исчезли. Российская, германская, австро-венгерская, османская. Ну, мы защищались в этой войне. Надо было готовиться. И то, что мобилизацию царь объявил, не дожидаясь начала войны, это, скажем, было правильно. Планы кайзера по поводу Российской империи мы узнали уже в 18-м году, когда атаман Тундусов ездил просить помощи. Ему помощь пообещали. Прибалтика полностью отходит Германия, империя делится на четыре части. Атаман отказался от такой помощи. Белый атаман отказался от такой помощи. То есть планы были захватнические со стороны Германии. И войну-то объявила нам Германия. Мы только объявили мобилизацию, были вынуждены. Планы войны были такие. У Германии мобилизация 14 суток, у нас 40. Вот в этот промежуток они собирались разгромить Францию и потом ударить всеми силами по нам. И то, что мы раньше начали. Ну, а первая неудачная операция, это мы спасали своих союзников. Мы всегда их спасали. Всегда. Что первая мировая, что вторая мировая. Мы всегда спасали союзников. Но они тоже хорошие союзники. В Париже сегодня опять очередные торжества. В прошлом году президент наш к ним летал, в этом году, по-моему, нет. Они все время, мне кажется, забывают о том, что спасали-то их русские штыки. Мало того, что спасли в 14-м году потом три бригады. Ну, корпуса не было, говорят, экспедиционный корпус. Не было корпуса, было три отдельных бригады. Просто русские войска туда поехали и воевали на французской территории, потому что они уже выдохлись. И пришлось перебрасывать туда даже войска. Но они нам тоже помогали. У нас проблема была, мы к войне заготовили по тысяче снарядов на каждое орудие, немцы по 1500. В 14-м году у нас снаряды кончились, у немцев остались. В 15-м году у нас была серия поражений именно вот по этому вопросу. Хотя вопрос решался, именно вот это связано с Самарой. Трубочный завод, взрыватели для снарядов, это Самара. 15 миллионов трубок для снарядов все-таки сделано в Самаре. Самара значительно, как тыловой город, повлияло на ход войны. На многие вещи находные. Да, вот если бы чуть раньше начали, потому что завод перед войной начали строить, то мы бы успели. Успели бы. Но так вообще, ну, у нас снаряды кончились, а у них еще по 500 снарядов на каждый ствол. Мы так плавно пришли к Самаре, потому что, на самом деле, вообще, в принципе, как и во время Второй мировой войны, так и во время Первой мировой Самары, она выполняла еще и роль важного такого тылового пункта. И, конечно, это еще и сюда раненых свозили, кроме того, что здесь... Самаре можно гордиться тем, что глубокий тыл, но гордиться именно даже самим отношением населения, той ролью, которая... Люди. Люди. Да, как люди отнеслись к войне. Во-первых, на призыв, у нас мобилизация прошла успешно, пришло людей больше, чем было необходимо. Войск здесь больших не было. Тут несколько штабов было и гусарский полк. В Самаре много войск не держали, глубокий тыл. Потом были сформированы резервные части. Ну, еще тротиловый завод, он хоть и не в городе, но тоже это очень большое значение имел. Вот. Ну, производство, эвакуация в Самару тогда тоже проводилась из западных губерний, но тогда не было той организации, как во Второй мировой войне и, в общем-то, это роль не... Возили с фронтов очень активно. Вот. И здесь вот такая фигура, слава богу, они вспомнили, они очень долго не вспоминали, почти 70 лет, это необычный отряд Михаила Познанского. Велосипедный отряд, я не знаю, как сказать, санитаров, наверное. Он придумал это во время русско-японской войны, сам принцип. Потом проверили на брусчатке, что, оказывается, действительно все хорошо, можно возить, а отряд это были люди-добровольцы, они отказались от денег. От зарплаты, да. Три человека там были, которые получили, на самом деле, там по 10 рублей. Надо было одеваться, но две с половиной тысячи раненых они перевезли, потому что телеги и скот было все мобилизовано. Но в целом Самара, именно само отношение к толовому городу было очень хорошее. Но еще можно отметить, что Самара проблем больших городов не пережила, потому что хлебный край голода в Самаре не было во время Первой мировой. Но он позже уже был. Активных выступлений не было, тут за всю войну пять было неприятностей в жандармерии, таких селяных бунтов, как в Царицыне, у нас не было. Тут выдавали деньгами пособия, семьи солдат, которые были на фронт, выдавали деньгами. В Царицыне выдали солью и сказали, продавайте, живите, и там был бунт. Но у нас в целом дальше это... Раненые – это одна сторона, про которую мы вспоминаем. Более 150 тысяч беженцев приняли. Распределили по губернии, тоже все участвовали местные жители. Никаких эксцессов тогда не было, насколько я... Ну, такие... Сильных, да. Некоторые были, там некоторые эксцессы, но жандармерия решала вопрос. Вот этот... Тот, кто выдавал санитарный отряд, он был начальником жандармов, он был умный. Да, да, да. Он все сделал. Пожалуйста. Ну и плюс большое количество пленных приняли и запросило... Губернатор запросил разрешение генерального штаба распределить их поселом, использовать на сельхозработах. Это очень помогло в сельхозработах. Да, тем более, ну кто такие крестьяне в Первом мировой войне? То есть, солдаты в Первом мировой войне? Крестьяне. И когда их распределили, они очень сильно помогли в хозяйстве. То есть, Самара все функции Талавого города выполнила. Выполнила достойно. Перековать быстренько мечи на орала, да, по-правильному. В принципе, вот начали говорить про госпиталь и про то, как самарцы помогали. В принципе, огромное количество же гражданского населения, тогда точно так же, как позже и во Второй мировой, тогда пришли помогать и оказывать всяческое содействие. Притом, не обращая внимания на сословие, там кого только не было. Там были и зажиточные вещанки, и дворянки. Но здесь, в принципе, особый такой пример показала в свое время императрица, когда вместе со своими дочерьми она пришла в госпиталь, одела форму санитарки Красного Креста. И точно так же, как простые медсестры, присутствовала или помогала во время операции и так далее, и так далее. Судно носила и все остальное. Здесь был такой показательный пример, и ему последовали все остальные. Был высокий уровень патриотизма. Именно патриотизма российского, государственного. Это, как сказать, не имперский патриотизм. О нем потом забыли. Вернулись к этому в 41-м году, к патриотизму. Когда сменили лозунг за советскую власть на лозунг за Родину. И все сразу стало на место. У нас был период, когда просто слово «патриотизм» было забыто. У нас было два таких периода. Второй после перестройки. Да, да. Но сейчас с этим заканчивается. С языка сорвались 90-е сумасшедшие годы. И слава Богу, что слово «патриотизм» возвращается в его значение, потому что это дорогого стоит. В Иверском монастыре была устроена больница для раненых, приют для девочек. Сверет. Я просто хочу на наши местные какие-то такие реалии. Еще и католическая епархия тоже хорошо участвовала, потому что очень много было эвакуированных с западных областей. Они были католики. И здесь католический епископ тоже вместе с православными много работал. Проблемы были у немцев. Переименование 2014 года тоже. Несколько десятков населенных пунктов, оказывается, в Самаре были немецкие. Их переименовали. Были проблемы. Но это так... На фоне того, что... Да, военное министерство и военное командование просто приняло меры какого плана. Немцев равномерно распределяли в войсках. И так говорили, чтобы не выделяйтесь. Не было больших крупных подразделений, укомплектованных немцами. По войскам было много тогда, да, на самом деле. Их было много. Их по войскам распределяли равномерно. И они иногда, как говорили, молчали, что они немцы. И еще один пункт, чтобы закончить. Огромное количество мероприятий было. С 1 сентября 2014 года по 1 сентября 2015 года. 54 бесплатных киносеанса. 37 концертных выступлений. 40 лекций чтения для раненых. Мы привыкли об этом говорить, когда говорим о Второй мировой. О Великой Отечественной. То же самое все было и тогда. Люди те же. Люди те же. Люди те же. И то же самое. Да, тут был всплеск культурной жизни. Хотя большой эвакуации сюда не проводилось. Именно из центральных областей. Из Петербурга, из Москвы актеры не приезжали. Как тогда театры в 41-м эвакуировали. Но тогда пришлось. Но в целом всплеск был. А мне кажется, во многом то, что такую роль сыграла Самара, Куйбышев, вернее, тогда уже военный, как запасная столица во время Великой Отечественной. Основы были заложены именно тогда, в 1914-м. Когда Самара первый раз примерила на себе вот эту роль тылового такого центра. Здесь еще сыграло то, что Самара находится на этом берегу Волги. Потому что когда у нас стало совсем плохо, в конце 17-го, начале 18-го года, мировая война идет у нас в проблему, то у Генерального штаба были планы эвакуации за Волгу. Об этом сейчас тоже никто не вспоминает. Но мы в принципе были готовы отступить за Волгу. А Самара находится за Волгой, то есть более такой основательный пункт для создания запасной столицы. И сюда должна была проводиться эвакуация тяжелой артиллерии и так далее. Это в Первую мировую. Потому что, ну, это было связано уже когда развал армии. Армию развалило, еще надо уточнить, все-таки армию развалило временное правительство. Большевики уже потом собирали, что могли. Когда немцы пошли перед самым заключением Брестского мира, пошли вперед, начали продвигаться. Там Троцкий завалил переговоры. У нас есть войска, есть власть, все. Из Петрограда можно перебросить резервные части, гвардия там стояла. Выяснилось, что в полках по 50-60 человек могут идти на фронт. Остальные просто отказались и все. Конечно, точка была поставлена не совсем та, которая нужна была для России. Но, тем не менее, это была все равно Великая война. Это была Великая война. С героями, с подвигом. И слава Богу, что сегодня все восстанавливается и вспоминается. И хоть фраза вот эта вот «Никто не забыто, ничто не забыто», она о другой войне и о других героях, но она подходит и к этому периоду. Еще надо вспомнить все-таки, не хвалясь. Германия два раза проиграла, потому что воевала на два фронта, а мы воевали на три фронта. Россия воевала на три фронта. Никто не планировал войну с Турцией. Но министр обороны, военный министр у них, Инвер Паша, он спровоцировал войну, он отодвинул султана, великого визиря, всех ему очень хотелось быть победителем, даже султаном стать. Он спровоцировал войну, и у нас появился еще один фронт, третий. И мы воевали на три фронта. И побеждали. Спасибо вам большое.